МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Сегодня на еженедельном совещании главы Чуваши с руководителями органов исполнительной власти Михаил Игнатьев рассказал об итогах поездки в Китай. Напомню, всю прошлую неделю глава Чуваши в составе делегации руководителей субъектов Привожского федерального округа работал в КНР. Мы презентовали каждый регион свою экономику, как мы развиваемся, как мы двигаемся. И, исходя из этого, в конце презентации был подписан протокол по взаимодействию не только социально-экономической сферы, и, конечно, это очень важно, но и гуманитарная сфера. Это туризм, это образование, это культура, но и здесь в том числе обмен со студентами, реализация новых проектов. Повышение заработной платы медицинским работникам – основной вопрос совещания. По словам министра здравоохранения и социальной политики Аллы Самойловой, зарплата медиков республики увеличивается. Средняя врачей составляет 25 тысяч рублей. Среднего медперсонала – 14 тысяч. У младших медсестер – 8800 рублей. Средства на оплату труда медработников поступают из трех источников – фонда обязательного медицинского страхования, республиканской казны и доходной деятельности медучреждений. Алла Самойлова отметила, что есть и проблемы. Не обеспечен рост из-за того, что не поступили средства за диспансеризацию. Невысокая зарплата у начинающих молодых специалистов. Всего в 2013 году на оплату труда будет направлено 7,4 миллиона рублей, что в целом на 21% больше в общей тонн оплаты труда, чем в 2012 году. Руководитель фонда обязательного медстрахования Вячеслав Александров рассказал, что сейчас в больницах проверяют своевременность и правильность начисления зарплаты. Выездные контрольные выборочные проверки с целью, чтобы наши работодатели, руководители учреждений здравоохранения уже внутри себя, согласно штатного расписания, согласно штатной численности по своим сотрудникам, правильно, наиболее правильно производили начисления. Вот факт работы. В одном случае вот эти спорные моменты, они будут возникать. Понятно, объективно, да, диспансеризацию начали поздно, тут вопросов никаких нет. Но то, что в регионах происходит, то, что на сегодняшний день контрольное управление и президент Российской Федерации, и правительство Российской Федерации постоянно отслеживают. С одной стороны, в целом, вроде бы, картина такая благополучная, но с другой стороны, мы все должны отслеживать. Ни один работник здравоохранения не должен быть ущемлен. Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков рассказал, как в республике помогают молодым предпринимателям. Действует программа «Ты предприниматель». Проводятся тренинги со школьниками и студентами. Работает клуб «Бизнес-молодость». Начинающим бизнесменам предоставляется грантовая поддержка. Из этих тысяч системы поддержки субъектов малого предпринимательства построена таким образом, что если, скажем так, гранты предоставляются на начальном этапе создания бизнеса, но по мере того, как этот бизнес будет развиваться, каждый из предпринимателей, начинающих предпринимателей, уже имеет право претендовать на иные формы поддержки. Летом в Чувашии пройдет 14 всероссийских и одно международное соревнование. Одно из первых – эстафеты огня универсиады. Глава Чувашии призвал все министерства оказать поддержку Минспорта, чтобы старты прошли на высоком уровне. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с председателем Союза женщин России, депутатом Госдумы Екатериной Лаховой. Екатерина Лахова приехала в Республику для участия в межрегиональной конференции «Национальная стратегия действия в интересах детей. Инициатива Советов женщин по обеспечению благополучного и защищенного детства опыт работы». Михаил Игнатьев поблагодарил Екатерину Лахову за внимание, оказанное Чувашии, и за большой вклад, который она вносит на посту председателя Союза женщин России в дело укрепления института семьи. Как отметила Екатерина Лахова, чебоксары не случайно были выбраны местом проведения межрегиональной конференции. «Очень много положительного, все, что делается в Чувашии, то, что касается социальных вопросов, здравоохранения, социальной защиты, образования, вот те новые технологии, проекты, которые сегодня у вас есть. И в первую очередь, конечно, хотелось нам очень посмотреть по реализации стратегии, стратегию, которую утвердил указанный президент в мае 2012 года. И некоторые регионы, к сожалению, еще даже не приступили к этому. Мы, насколько знаем, у вас есть сегодня уже программа действий, тот план действий, который вы сконцентрировали в реализации стратегии, заложили средства». Социальная поддержка в действии. Сразу после встречи с главой Чувашии Екатерина Лахова предметно ознакомилась с работой Центра с семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С подробностями Галина Титарчук. «Этот центр принял под свой кровь сотни девчонок и мальчишек Калининского района столицы, заменив им семью, домашний очаг. Помог найти свое место в жизни многим людям, вышедшим на пенсию. Обогрел молодых мамочек, которым оказалось трудно. Это единственное место в республике, где помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С каждой из обратившихся здесь работают индивидуально». «Это отделение для тех женщин, которым некуда пойти в такой кризисный момент, которым нужна поддержка даже психологического характера. На сегодняшний день в этом отделении 63 женщины. Конечно, есть необходимость в стационарных местах, но на сегодняшний день это отделение пока функционирует только консультативного характера». Всего в центре оказывается более 14 тысяч самых разнообразных услуг. «Центр укомплектован. Есть и психологи, и специалисты по социальной работе. Вообще нам необходимы волонтеры. Волонтеры для детей, которые бы помогали где-то адаптироваться в школе, где-то там помочь с уроками». Екатерина Лахова интересовала все. От условий размещения детей до направления работы сотрудников центра. «Изъяли ребенка по каким-то показаниям. Пять месяцев он здесь находится с семьей. Кто продолжает работать?» «Перинатальный работник. Кто?» «Который работает в этом отделении». Сразу после посещения центра гости отправились на торжественную церемонию открытия скульптуры возле перинатального центра ГКБ номер один. Именно здесь сегодня заложили сквер под названием «Роза любви». Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в республике делается все для того, чтобы рождаемость повысилась. Но многое зависит и от самих глав семей. «Мужчина на сегодняшний день должна завалить весь круз семейных проблем, семейного бюджета и должны, создавая благоприятные условия для своих милых супруг, создавая комфорт, чтобы в семьях появились эти дети». Место для скульптуры выбрано не случайно. Ведь именно в стенах городского перинатального центра ежедневно появляются на свет 20-25 малышей. «Такой символ открывать перед перинатальным центром – это мало где Поволжий на сегодняшний день присутствует. И то, что вы проводите фестиваль беременна, для меня, например, это была тоже большая радость, поскольку много-много лет занимаюсь вопросами родоспоможения. Но чтобы вот так вот праздник именно для беременных женщин, что это действительно красиво, что это очень модно, и вот это очень, знаете, вызывает такое, ну, бурю эмоций». Оригинальную скульптуру, символ новой жизни создал заслуженный художник России Владимир Нагорнов. Автор признался, что по задумке ребенок должен был прятаться в капусте, но после обсуждений малыш оказался в бутоне розы. Отсюда и название. В ближайшее время начнется благоустройство территории. Здесь появятся цветники с розами, лавочки, пешеходные дорожки. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Дети и семья стали главными темами на межрегиональной конференции женсоветов, которая прошла сегодня в Чебоксарах. Обменяться опытом и посмотреть, что делается по защите материнства и детства в нашей республике приехали представители женсоветов из 20 регионов страны. А что женщин волнует? Семья, дети, проблем которых у нас немало. Поэтому опыт у Чуваши большой и мы хотели бы поучиться как не при больших деньгах, а как при том, что ты регион дотационный, а помогаешь и стараешься изменить ситуацию к лучшему. Демографическая ситуация в России пока складывается не самым благоприятным образом. Хотя определенные изменения к лучшему все же есть. Важно, чтобы было желание рожать, а мы должны помочь создать все необходимые условия, прокомментировала Екатерина Лахова. Поддержка семьи, охрана интересов материнства и детства – главная задача женсоветов. Но решаться эффективно она может лишь при взаимодействии максимального количества заинтересованных сторон. Не в каждом регионе у нас имеются координационные советы, где возглавляет сам глава республики или субъекта федерации. Мы знаем, что у вас принята программа действий, план действий, который подкреплен материально, а у многих регионов вообще этого нет, к сожалению. Хотя мы знаем, что и ваш регион, извиняюсь, он, в общем-то, тоже дотационный, так ведь, Михаил Васильевич? И социальные вопросы всегда требуют очень много затрат. Поэтому очень важно правильно расставить, как сказать, акценты и приоритеты. Важна работа кризисных центров при женских консультациях. Работа с матерями, которые решили отказаться от ребенка. На сегодняшний день в России более 6 тысяч детей ежегодно становятся отказниками. Также необходимо помогать семьям, усыновляющим детей-сирот. Практически во всех регионах существует проблема с местами в детских садах. Денег в бюджете, как всегда, не хватает, говорит Екатерина Лахова. Но Чувашия хорошо справляется с этой ситуацией. По словам главы республики, к сентябрю этого года все дети, которым исполнилось три года, попадут в детские сады. Дополнительные меры стимулирования, как оригинальный материнский капитал, дополнительные меры поддержки на рождение третьего ребенка, начиная с этого года и ряд других таких направлений, которые мы приняли, конечно, гражданским обществом принимается положительно. Наша задача – это когда есть возмущение, когда есть сигналы, вовремя на них реагировать и иметь постоянно обратную связь. В финальной точке конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между Чувашской республикой и Союзом женщин России. Этот документ послужит более тесному взаимодействию и обмену опытом между Чувашией и другими регионами страны. Цель – улучшить качество жизни населения, особенно детей. Татьяна Трофимова, Игорь Порочиков, Евгений Анисимов, Республика. Добро пожаловать или все же вход воспрещен? В преддверии летних каникул представители администрации города Чебоксары проверили, насколько летние оздоровительные лагеря готовы к приезду детей. Березка, Бригантина и Волна. Представители администрации Чебоксар побывали в летних оздоровительных лагерях. Ревизоры проверили, в каких условиях будут жить и питаться дети. На подготовку лагерей к открытию в этом году в Республике потратили 3,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали спальные корпуса, пищеблоки, столовые. Впрочем, тщательному осмотру подверглось не только то, что внутри, но и то, что снаружи – благоустройство территорий и детских площадок. Это после зимы, да? Понимаю. Сейчас подсохнет чуть-чуть. Чтобы отдых был не только комфортным, но и безопасным, в учреждениях обновили системы видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Ну и что за счет этого будете контролировать? Спортплощадка понятна, въезд понятна. Это флаг, да? Да, это клуб. Это вред клуб, да. В итоге глава столичной администрации отметил, лагеря готовы на 90%. Все недоработки предстоит исправить до 25 мая. В этот день принимать на готовность к лету детские учреждения приедет комиссия. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Совсем немного времени осталось до открытия Олимпийских игр «Сочи-2014». Несомненно, строительство спортивных объектов и подготовка спортсменов к играм – важная составляющая Олимпиады. Но волонтеры по-прежнему являются незаменимыми участниками этого масштабного процесса. Полторы тысячи студентов волжского филиала МАДИ будут представлять Чувашию на мировом уровне. Современные Олимпийские и Паралимпийские игры невозможно представить без участия тысяч волонтеров. В Дворце детского и юношеского творчества стартует программа обучения волонтеров «Сочи-2014». Каждого участника ждет бесплатное обучение, которое состоит из трех этапов. Необходимые знания и навыки волонтерам дают в сжатые сроки. Уже здесь будущие добровольцы спорта могут познакомиться со столицей Олимпиады и ее богатой истории. Организаторы стремятся сделать сочинские игры лучшими в истории. Подготовка, проведение Олимпиады, она складывается или зависит от многих людей, и в том числе, как сработают волонтеры непосредственно в период подготовки и в период проведения самих игр. Впервые обучение волонтеров будет проходить не только на территории города-организатора, но и по всей стране, в 17 городах от Владивостока до Санкт-Петербурга. Чебоксары вошли в проект в качестве полноправного участника. А у нас эксклюзивное обучение, выездное. Мы уговорили оргкомитет Сочи, что наши волонтеры готовы, наши волонтеры могут и достойно представить Чувашскую республику, Российскую Федерацию и, соответственно, главной вуз МАДИ на Олимпиаде Сочи-2014. Комиссент МАДИ было вручено свидетельство, дающее право подготовки волонтеров по направлению транспорт. Волонтеры в обязательном порядке проходят специальные курсы английского языка с упором на олимпийскую тематику. Эти знания уже оценили гости из Москвы. Потому как они показали результаты в тестировании, достойные кандидаты. Понятно, что для каждой функции есть свой уровень, который необходим. И я думаю, что сегодня мы как раз на деле в зале увидим, что из себя представляют волонтеры вживой уже. В скором времени молодые ребята проверят свои знания на практике в самом дорогом, теплом и спортивном городе России. Просто неимоверно дают энергию, огромный опыт, опыт работы с людьми в команде. Это незаменимо, это нельзя купить, это нельзя где-то найти. Это можно только приобрести, работая в команде. Будущим волонтерам предстоит продолжить обучение в столице универсиады, в Казани. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. В Республике постоянно проходят конкурсы профмастерства. Очередной состоялся в городской стоматологической поликлиники. 22 участника из всех шести отделений, а это терапевты, ортопеды, хирурги-стоматологи, стоматологи-детские, в течение четырех дней демонстрировали свое мастерство. Победители примут участие в конкурсе Ассоциации стоматологов Чувашии, по итогам которого призеры получат право вне очередной аттестации на квалификационную категорию. За работой каждого участника конкурса внимательно наблюдали члены жюри. В креслах пациенты, жители нашего города. Многие чебоксарцы обратили внимание на положительные изменения во внешнем облике интерьеров и на оснащение современным оборудованием врачебных кабинетов городской стоматологической поликлиники. Внутреннему содержанию, а это прежде всего высокие профессионализмы культуры обслуживания, руководство оказывает не меньшее внимание. Конкурс является нашей лагмусовой бумагой развития нашей клиники, где мы увидим сильные и слабые стороны развития наших специалистов, те погрешности, где мы должны доработать. Ну и, конечно, очень много серьезных финансовых средств мы вкладываем в направление обучения наших специалистов. Это как раз и здесь оценивается результат деятельности нашего учебного центра. Также оценивается внедрение и развитие наших технологий, как умеют пользоваться наши специалисты теми или технологиями, потому что до того, как эти технологии у нас приходят, мы выезжаем, смотрим, наблюдаем, потом привозим эту технологию, проводим обучающий компонент. И как раз вот эти конкурсы нам сегодня позволяют узнать, как освоили наши специалисты ту или иную технологию, направлений или оборудований, направлений или материалов. Галантная лошадь, артистичные пудели, бесстрашные гимнасты «Человек-змея», «Звезды манежа» приехали в Чебоксары с уникальным шоу «Крамболь». Такого представления жители Чувашии не видели еще никогда. Под одним куполом собрались лучшие артисты страны. Их номера – изюминка любой цирковой программы. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, что получается, когда они объединяются вместе. А программу ждем, чтобы дети радовались, веселились. Веселый клоун был, забавные животные. Первый раз пришли в цирк, хотим посмотреть. Хочу посмотреть эмоции ребенка. Лошадки, звери, все такое прочее. Хотим посмотреть, да, Сень? Да. Добиться того, чтобы цирковое шоу назвали уникальным, не так-то и просто. Но когда наверху под самым куполом появляется гимнастка, в зале воцаряется полная тишина. За ее трюками зрители наблюдают, затаив дыхание. Вот уж действительно чудеса манежа. Артистам этого цирка сказку еще не раз удавалось сделать былью. Но кто поверит, что лошадь вот так вот запросто будет подносить девушке цветы и вежливо кланяться публике. Пудели послушно кататься на самокате и выполнять на манеже пируэты. А бурый медведь на этом представлении и вовсе сыграл роль сотрудника ГАИ. Службу в органах косолапый готов променять на что угодно. А после встречи с очаровательной нарушительницей Мишка пускается во все тяжкие. Кавалер оказался ну очень настойчивым. Такому сложно отказать. В Чебоксары приехали признанные звезды манежа, лауреаты международных конкурсов, участники известных телешоу. Это один из коронных номеров представления. Обладатель премии «Золотой кий» жонглирует шарами и лихо закидывает их в лунку. Поразил зрителей самый пластичный в мире человек Эмин. Такого еще никому не удавалось повторить. Недаром в цирковом мире за ним закрепилось прозвище «Збия». Эти трюки артист освоил еще в детстве. И впервые я начал выступать в 6 лет в своей же деревне, где я рос и так далее. Потом постепенно там район, республика, Москва, цирк Никулина. Эквилибристы и акробаты, укоротители животных, ловкие гимнасты. Но все же по законам жанра этим цирковым шоу правил клоун. Любимец публики, известный артист Владимир Дерябкин говорит, что юмор и веселые шутки – это основа программы «Карамболь». Люди любят посмеяться, люди любят смеяться. А смех продлевает жизнь. Это же классно прийти в цирк и два часа смеяться, забыв вообще про все на свете. По городам и весям шоу «Карамболь» начала гастролировать недавно. В Чебоксары цирк приехал из Сергиева Посада. Веселить и удивлять зрителей, звезды манежа, медведи, лошади и королевские пудели будут до 26 мая. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В минувшие выходные в Чебоксарах зажглись новые звезды. Причем столько, что хватило на целое созвездие. Под таким названием в нашем городе прошел конкурс талантов среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они переделывают народные сказки на новый лад, танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах. От сверстников эти талантливые дети отличаются тем, что многим из них пришлось очень рано повзрослеть. Однако организаторы уверены, все можно исправить. Вернуть детство – так называется федеральный проект, в рамках которого прошел конкурс «Созвездие». Сегодняшний день можно назвать праздником, праздником детского творчества. Откратно отметить, что из года в год вот это фестивальное движение, оно развивается, развивает свои возможности и горизонты. Впрочем, участники рассказывают, праздником стал не только конкурс и выход на сцену. Я выступаю в сказке «Колобок», и я там в роли лисицы. Нам очень понравилось репетировать, мы занимались очень хорошо, недели две-три. Конкурс собрал самые разные коллективы. У кого-то состоялся дебют, ну а некоторым к выступлениям не привыкать. Наш коллектив народного танца «Тандыш», мы занимаемся профессионально с младших классов. Мы надеемся на очень хорошую, большую победу. Мы не видим здесь прям таких больших соперников для нас. Показали себя на сцене и самые маленькие. Любой ребенок должен развиваться всесторонне, гармоничная личность должна быть правильная. Они должны и петь, и танцевать, и не только компьютер знать. Республиканский этап закончен, однако звездочки продолжат сиять, и их свет увидят далеко за пределами республики. Победители будут представлять Чувашию на российском конкурсе. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. В какие только передряги не попадают автомобилисты. Ранним утром жители города наблюдали картину, которая становится привычной. На главном дорожном кольце возле залива красная 99-я модель вылетела за пределы дороги на само кольцо. Судя по всему, скорость была не маленькая, еще немного, и автомобиль бы пересек кольцо. По какой причине водитель не справился с управлением, пока неизвестно. Но, как утверждают очевидцы, после происшествия владельца автомобиля на месте не было. Два физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Чебоксарах. Один будет размещен на улице Гагарина, другой появится на Игорском бульваре. Площадь последнего – 3000 квадратов. В составе комплекса на Игорском бульваре запроектированы универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для шейпинга, зал единоборств и бассейн. На территории стадиона «Спартак» еще в ноябре 2012 началось строительство, и через полгода ФОК планируется ввести в эксплуатацию. Общая стоимость проекта – 170,5 миллионов рублей. На данный момент 40% запланированных работ выполнено. Практически закончена постройка каркаса здания. Ведутся внутренние работы. Площадь застройки составляет 2800 квадратных метров. Общая площадь комплекса – почти 5000 квадратных метров. На территории ФОКа будут находиться универсальный зал и зал гимнастики, аэробики, тренажерный зал, а также два бассейна – детский и взрослый. Здесь планируется проводить не только ежедневные занятия по физкультуре, но и региональные спортивные мероприятия. В эти минуты в кинотеатре «Сейспель» проходит церемония открытия 6-го Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного кинематографу малых народов. Впрочем, сам фестиваль уже начался. На разных площадках прошло несколько кинопоказов для детей, ретроспективные ленты, социальный проект «Кино малых народов». Последний открыл документальный фильм якутского режиссера «Покуда будет ветер». Об открытии кинофорума и других его событиях мы расскажем завтра в рубрике «Дневник кинофестиваля» сразу после информационной программы «Республика». На этом у меня все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова